Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. 90 долларов, отлично. Так, задание. Так, ну я прошел серию испытаний, поэтому награду забираю. Так, открыть колоду. Смотрим. Рутаген, так, и Бакстер Стокман. Выполна. Отлично, так, теперь идем на Ваньку Стиранка. Ну что, Ванек, продолжаем прокачиваться с тобой. Значит, нам нужно найти с тобой три комикса вот этих вот. Поехали. Мимо. Так, один нашли. Подожди секундочку, давай ко мне еще два комикса. Эй, какая тыква. Вот когда нужны эти комиксы, они не выпадают. Ребят, когда они мне нафиг не нужны, они все время лезут. Это как специально сделано. Ты посмотри, а. Это просто заговор какой-то. Ну и последний, давай. Все, шикарно. Так, комиксы собрали. Десять биноклей. Не было печали. Вот теперь мучайся с этими биноклями. Один. Так, отслеживающее устройство. О, второй. Опять отслеживающее устройство. Так, просто мутаген. Вот почему просто мутаген? Дали бы мутаген и еще что-то. Нет, они вот как назло. Ладно, ребята. Мы, по-моему, уже с вами выполнили задание. Именно по боевке. Да, сделали. Так, поднять уровень персонажа. У нас с тобой сколько мутагена? Ну, почти 20 тысяч. Этого, конечно, мало. Этого мало, друзья мои. Но все равно. Кролики. Я могу их прокачивать? Могу. Ну, давай. 53 уровень. Этого будет достаточно. Так, и забираем остатки роскоши. Все, друзья мои. Ну, что, давай посмотрим, где мы с тобой сейчас оказались. Ну, ребят. Лига самураев. Это вот, знаешь, это как по стандарту. Если ты доходишь до Лиги Сёгунов в первый свой буст, то 100%, когда заходишь второй раз в игру, ты оказываешься в Лиге самураев. Ну, хорошо, что хоть три звезды, а не ниже. Ну, что, поехали. Опять у нас мини-буст, друзья мои. Почему мини-буст? Ну, здесь, во-первых, 48 уровни, да? До полтинника, конечно, мы с тобой успеем добраться. Это 100%. Но намного быстрее сейчас будет у нас с тобой все это дело происходить. Ванька-стиранка. Тем более, ты смотри, у нас с тобой начинается с 45 уровней. То есть, Ванюша сейчас должен, по идее, зайти первым. Естественно, пулеметная дробь. Им всем, как говорится, вдышло. И мы с тобой быстренько-быстренько будем переходить от уровня к уровню. Ну, вот, о чем я тебе и говорил. Единственный, конечно, нюанс, то, что мы с тобой Ваньку отыграли, и придется теперь либо откат, но, естественно, откат я делать не буду на него. Я буду потихоньку-потихоньку полуимбовые свои карты сейчас тратить. И вот таким макаром мы отыгрывать будем наших слабеньких персонажей. Хотя для противника это далеко не слабенький, уже все-таки 45 уровень. Но цель, ты знаешь, наша. Как можно быстрее и выше подняться за ближайший вот короткий промежуток времени. Так, ну смотри. Друзья мои, вы пишите, что у вас все нормально, да? Что у вас есть боты, ну, по крайней мере, реальные. А у меня вот что-то как это проблема? Может быть, надо обновить? Фиг его знает. Обновлений вроде у меня никаких нету. Ну и как видишь, да, действительно, у меня чисто голимые боты играют против меня. Слушай, как ты думаешь, Змейковьюн один здесь справится? Против наших вот этих вот персонажей? Я вот, честно говоря, не уверен, но надеюсь, что классический шредер все-таки здесь с помощью своей массовой атаки и вызов дурачков, придурков этих, да, сможет здесь всех одолеть. Понизим атаку, если что. Зашибись, понизили атаку. Давай, Шреддер, вызывай своих болванов. Да что ж такое-то? Смотри-ка, выжили сильнейшие, ну. Бумс. Отлично. Так, в плане, я думал, что мы его... Ну, давай, Рокс, кстати, молодец, красавчик. Так, а этот с разбега. Надеюсь, никого не ушатает. Ох, ёк, Макарёк. Ребята, ещё бы чуть-чуть, ещё бы чуть-чуть, и наш Донателло оригинал просто бы упал бы. Опять же, фортануло нам. Чудом просто выжил он. Вот этот вот разбег у Рокстыги, да, это один из сильнейших ударов для него. Так, ну что, я думаю, что все гуны, твоё, налево, не перелетели. Ну и фиг с ним. Сейчас не перелетели. Так, после этого боя обязательно перейдём. Пытаюсь найти 15-20, но, по-моему, нас ещё понизили. До 14-18, вы серьёзно? Эй, хорош, давай 15-19 хотя бы. Вот. Не будем, ребята, больше ролить. Хорош. А здесь мы с тобой, наверное, возьмём Зэка. Как ты видишь, уровни пока 50-е. Это то, что нужно для нас. Шенигами, Лео Космос, Крэнк и Рафаэль Космос. Леонардо и Рафаэля Космос надо, ребята, тоже прокачивать до 5 золотых звёзд, ты понимаешь? До 5. Ну что, поехали. Бросаем, естественно, бомбочку от Зэка. Ух ты, Пит упал. Тут, наверное, нам, скорее всего, нужно вырубить... Слэша, вряд ли мы пробьём. Давай, наверное, хотя бы вырубим с тобой Роквала. Ух. Ты чё, серьёзно, что ли? Лео Космос не справился, ребята, с поставленной задачей. Шенигами. Отлично. Крэнк, давай. Ракеты. Давай свои ракеты. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну и... Да что ты будешь делать? Слэша нужно вырубать. Да что это такое? Что это за атаки такие детские, а? Хорошо, что он промахнулся. Вырубаем его. Так, и Донни Финн. Чё он тут своим посохом машет? На тебе, в бубен. Всё, друзья мои. Здесь тоже прошло всё отлично. Да, Лео, конечно, Ирфаэль Космос. Плюс с Шенигами. Без прокачки. Вообще здесь ничего сделать не могут. Вообще. Ну что, мы с тобой вернулись. Всё, гуны, обратно. 79 место. 15, 19. Я думаю, что, наверное, нам лучше взять вот эту вот команду. Как по мне, это кажется самая слабенькая. Вот только кого нам взять? Наверное, возьмёт Джастина здесь. И Шреддера. Джастин и Шреддер. И вместе с ними пойдёт Бибуб, Кунаичи и Леонардо Ведения. 50 уровней. Риск офигенный. Особенно, когда они начинают, ребята, атаковать кого-нибудь. Исламик их всей своей армии. Вот это да. Начинается сразу трэшак какой-то. Поэтому в моих интересах как можно быстрее за короткий промежуток времени уложить больше противников. Здесь у нас получилось всё хорошо. Ну, Джастин, естественно, со своим запахом изо рта. Со своей отрышкой. Или, как его назвать-то, Пукишем. Можно так, наверное, называть. Всех вырубил. Точнее, добил после Шреддера. 57 место. Так, по-моему, уже пора давать мне 15-20. Всё-таки я иду ровно, красиво. Никаких изъянов не было. И почему они мне не дают повышенный ранг, не знаю, друзья. Если они считают, что ещё слишком рано, то я с этим не согласен. Я думаю, что я достойно уже 15-20 получить. Но, видишь, они думают по-другому немножко. Ладно. Давай тогда возьмём, наверное, вот эту вот команду. Слэш, правда, здесь. Возьмём с тобой посерьёзнее наших бойцов. Наверное, я возьму здесь Леонарда. Да, одного Леонарда будет достаточно. Он со своей вертушкой, естественно, всех накажет. И отыграем вот этих вот ребят наших. У нас с тобой очень много полтинников. В комментариях вы пишите, прокачивай быстрее, у тебя очень много мотагена. Ребят, я не спорю. Мотагена может быть и много, но его всё равно недостаточно для того, чтобы прокачать всех очень быстро. До 50 уровня они прокачиваются довольно быстро. А уже после начинается тягомотина. Очень тяжело. Во-первых, очень много мотагена нужно для поднятия одного уровня. А чтобы до 60-го прокачать, ну там, ребят, ещё больше нужно. А их, извини меня, у меня десятки персонажей, которые заслуживают прокачки. Так что быстро здесь, ну, просто никак не получится. Вот, ребят, подожди-ка, ну ведь было же 15-20, вы чё? Эй! Хорош дурковать. 15-20 было, я видел. Вот, вот, блин. Ты посмотри, сколько здесь Микеланджело. Ладно, мы тогда сделаем с тобой немножко похитрее. Я возьму здесь Армагона. Раз у них, извини меня, целых три Микеланджело. Естественно, ребята, они нас тут могут распетрушить только лишь за счёт своей инициативы. Поэтому Армагон, естественно, сразу же берёт, как говорится, дело в свои плавники и бросает валу. И тут им крышка должна быть. Вот так вот. Если бы там хотя бы был бы один Майки, например, тот же самый Ролевой, ничего страшного бы в этом не было. Но там, извини меня, их три. И они бы начали бы там. Один танцы, другую колоняшку. И всё, и пиши пропало. Так, слушай, Сёгун, две звезды, буквально через один бой. И сегодня ещё у нас событие будет. Пойдём на классику. Классика – это хорошо. Классика – это, друзья мои, фарм ДНК на нужных нам персонажей. И ты прекрасно знаешь, кто это. Это Бибоп, это Рокстеди классический. Плюс Крэнк. Да, и события, не забывай, что у нас на Крэнга тоже. Да? Ну что, поехали. Вертушка. Так, Усаги, давай. Тьф, шапка у него слетела. С какой скорости он бежит, что у него Панама эта слетела, а? Ребят. Мне нравится вот этот удар. Такой рестлер, да? Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Чего? Как? Кабан, ну... Это чё ты сделал? Это его самый мощный, ребят, удар был. И он не добил Донни. Ну-ка, Эйприл, покажи, как надо Вот, понял, даже маленькая девочка справилась В отличие от этого кабана Я думал, он сейчас как жахнет, так все Да, Натала там бедная дуплица Но нет, ничего подобного Не получилось Так, ребят, все, он две звезды 91-я позиция То есть, наверное, мы сегодня сможем Добраться до Лиги Мастеров Я почему-то думаю, что без проблем Всего у нас хватает Плюс у нас 28 откатов 28 Мы отыграем сегодня полностью всех своих персонажей Соответственно, да, до Лиги Мастеров Должны добраться Иначе это будет смешно Чтобы таким составом, плюс имея столько откатов Этого не сделать Кстати, а уровень-то какой персонажа, я уже не посмотрел Так, 55-й, но, как видишь, Супер Шредер Спокойный и легко с ним разбирается За счет своего Уль, как это назвать-то Уль, уль, уль Да, ё-моё, это вот на языке верится как-то Ультимативного удара, вот Ультиматум Ультра Что-то в этом роде, ребят Хотелось сказать Ну, надеюсь, я понял, да, короче С помощью своей ульты он вырубил всех А 15-21, как ты видишь, нифига мне не дают 15-21 я уже вполне заслужил Потому что, ну, сколько уже, ребят, мы с вами тут продвинулись И не шиша Нет, не хотят вот ни в какую Только понижает меня Ладно, возьмем, чтобы вот эту команду Как уж и быть Сделаю откат на Армагошу Он один будет у меня здесь Ну, ты посмотри, вот сколько мы с тобой играем И все, 50 И сколько их еще? Вон, 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 вон Смотри Да, а ты говоришь, прокачай всех Вот я и прокачиваю, как могу 52-53 уровень Там потихоньку-потихоньку они продвигаются Но зато есть и другой плюсик, ребята Они хотя бы все одинакового уровня А раньше у нас был с тобой разброс Кто-то там 10-го Кто-то там 20-го 35-го Очень было много 35-ых у нас, да В принципе, сейчас таких больше нету Минималка идет, по-моему, 40-ка, 45-ка То есть на начальной стадии На начальных боевках Они заходят вообще на изи Я уже молчу там про полтинники Которые во время буста идут Как основная наша армия Под прикрытием, естественно Супер мощных бойцов Но там надо брать всего лишь одного бойца Мощного И все Потому что уже как бы Ты не переживаешь по поводу того Что кто-то у тебя здесь слежет То есть они могут выдержать пару ударов И это круто Так Кто-то мне сказал про крексинного короля Что если его прокачать Он топчик Ребята, я вот честно говоря Судя по тому, как он Дерется Как он бьется Как он выдерживает удар Я почему-то не уверен Что он будет Одним из топовых бойцов Вот хоть ты что мне тут Втирай Я не верю Может быть Понимаете, что тут еще какая фишка идет Ребята, есть наши персонажи с пассивками И эти пассивки Например, срабатывают с определенным шансом Да, там 20%, 30% Например, там наложение уклонения Или повышение силы Да, атаки нашим бойцам Но опять же, это определенный шанс Это как вот у Усаги У него есть пассивка на двойной удар Но она может сработать А может и не сработать Все рандомно И, конечно, таких бойцов Должно быть в команде очень много Если мы хотим с тобой вообще Результативно здесь драться Но опять же, прокачка нужна А Лапекс, вы вот сказали Прокачай лисичку Ребят, я не спорю Лиса может быть крутая Да, у нее есть одна массовая атака Но она именно по самому ХП, по самому здоровью И она не вытягивает ложным образом То есть, она сделает свою ульту Но если за нее возьмутся противники Они ее просто моментально разберут Понимаешь, о чем я Вот А если, например, взять Донателло У него нет массовых атак Ну, практически нет Там есть, за исключением Например, холодильник А, холодильник это вообще Рафаэль бросает Что у нас там есть Кофемашина, да Которая взрывается У Донателло Это массовая атака И Дроны Это, по-моему, у Донателло Фильм Они сами по себе Очень сильные Ну, по защите именно По ХПшкам Но у них слабые Суперудары Видишь, какой парадокс У кого-то что-то сильнее А у кого-то что-то слабее И нужно делать именно баланс Раньше, например Я без таунта Никуда бы не пошел Ну, таунт Я понимаю, да Что ты догадываешься Кто это такой таунт Это тот, кто берет на себя провокацию И не дает В обиду наших слабых персонажей Но Практически у многих таунтов Нет массовых атак Их просто нет Они туда не включены Кого можно взять Из массовиков таунтов Давай вот подумаем Берем Рафаэля, да У него нет, ребята Массовых атак Хотя он там Берем Рокзара У него нет массовых атак Но он танк И тут кого не возьми Я даже не знаю, ребята Лига Сегунов Три звезды Мы с тобой пришли Какого танка Можно называть массовиком Хотя, если Вспомнить и посмотреть Ну, вот кто у нас Вот Наверное, только если Железноголовый Потому что он Провокатор И у него есть массовая атака Это Ракеты И все По-моему Больше я не могу Припомнить, ребята Таунта С массовой Атакой Ага Ну, кожа головой Но если его прокачать У него есть, ребята Рык Да, когда он берет Провокацию на себя И плюс Вот этот перекат Который наносит Опять же массовый атак Но он не прокачанный Крип Ну, вы писали мне в комментариях Что клип вообще Ватный Многие говорят Прокачай Хана И будет топ Возможно, ребята Возможно Но Хан Опять же Он может быть сильный В плане инициативы Но по По хпшкам Он Ну, не вытягивает Ребят В плане того Что если Достойный противник Найдется Хана просто Разбирает с полтыка Вот и все Так, шестидесятый уровень Ребята Так что Надеюсь Наш Супер Шредер Здесь Меня не подведет Потому что Ну, уже как бы Опасочка есть такая Тут даже Армагон-то Не всегда Вытягивает А я беру Извини меня Слишком слабых персонажей Но Супер Шредер Как говорится Не подводит меня Поэтому Поэтому Супер Шредер Армагон Усаги Леонардо Это Основы Основ Для меня Многие спрашивают Рей Кого прокачивать В первую очередь Я тебе скажу следующее Прокачивай Тех персонажей У которых Есть Массовые атаки Но в то же время Не забывай Что Массовые атаки Еще нужно успеть сделать Поэтому бери Кто Имеет массовую атаку И очень большую инициативу То есть Чтобы ты делал Первым Этот урон И иначе Просто тебя положат Несмотря на то Что у тебя есть Мощные там бойцы Да С массовыми атаками Но если ты будешь Ходить последним Тебя разберут Вот и все И на первых Порах Бери таких персонажей Как например Рафаэль Таун Да Он Танк То есть Он берет защиту И плюс При этом Ко всему Когда его атакуют Он делает Контратаку Плюс Прокачиваю Леонарда Это Самый первый Персонаж Который тебе дается И При этом У него Очень неплохая Массовая атака Ну это вот как бы На первых порах Карай Ну карай Я думаю Что качать не стоит Она не вытягивает Она не выруливает Ребята То что Ты от нее ожидаешь Да У нее есть массовая Так как у Най Но дамага Они не наносят Должным образом Поэтому как бы Тратиться на нее На первых порах Не стоит Лучше бери Такого вот Чувачка Как Макмен Он неплох В принципе Хоть он Как бы и одиночка Да У него Одна массовая атака Это ураганчик Мусора Но он сам по себе Очень живучий И очень крепкий У него Довольно неплохие удары Это один из моих Первых По моему Персонажей Ну который Тоже В принципе Везде Участвовал У меня Потом мы Немножко переключились Потом мы Стали брать Рокзара Криса Брэдфорда Крис Брэдфорд Ребята Хоть он у нас И не танк Но он дает Офигенную защиту Плюс дает Обалденный баф Шанс конечно Повесить Контратаку И прочее Прочее Маленький Но если он вешает Особенно защиту Она очень хорошо Вручает команду Очень хорошо Вот здесь Видишь Какие риски были 67 ранг Ну тут в принципе Ребята мои Так и так бы Выжили бы Но если он сделает Например Разбег Можно и упасть А его вот эти вот Гранаты Ну в принципе Тоже могут нанести Неплохой урон Когда он там Жонглирует ими Так Ну что В принципе Вкратце Как-то вот так вот Надеюсь На многие вопросы Ответил Кто-то еще спрашивает Ты сюда донатил Нет ребята Я сюда Ну как бы Донатил Один человек Просто мне Приобрел На месяц Дал возможность Приобрести Додзе И все За это время Когда у меня появились Додзе Я никакого преимущества Ребята не получил Единственное что По-моему На Куноичи Сколько-то там Нашел себе ДНК Выбил И на сплинтера Прибавка по мутагену И прибавка там Что она еще там дает Я уже не помню Это можно в принципе И так Естественно Ты подумаешь Блин Ну как же так Поначалу же Всего этого мало Поначалу Этого будет мало Поначалу Будет не хватать Тебе сюрикенов На прокачку Своих персонажей Поначалу тебе Будет не хватать Мутагена Долларов Будет мало Это все потому Что ты не будешь Занимать достойных Мест Именно на Арене Все ребята Зависит от арены Чем выше ты на арене Тем слаще Будет приз То есть Ты будешь Больше будешь Получать монеты Больше будешь Получать долларов Соответственно Ты будешь Покупать себе Откаты Телепорты И прочее И дело пойдет Понимаешь Потом ты будешь Выступать на событиях Да я не говорю Что ты их сразу Будешь проходить Одно за другим Нет конечно же Нет Потихонечку Полигонечку Будешь проходить Но Со временем Это будет приносить Тебе офигенные плоды То есть Ты сможешь Добывать ДНК Возможно даже Лишнее ДНК Которую будешь Перерабатывать В сюрикены Ну а за сюрикены Естественно Будешь прокачивать Своих персонажей Понимаешь да Но самая основа Ребята Это зарабатывать осколки Не будет у тебя осколков Не будет никакого У тебя продвижения Хоть ты тут закачайся Хоть тут что сделай Но без поднятия В платиновый ранг Наилучшего эффекта Ты не получишь Вот и все Так друзья мои А я нас поздравляю С тем что мы попали С тобой в лигу мастеров Одна звезда Это круто на самом деле Ну что Берем с тобой это У нас остатки роскоши Тут остаются Буквально наверное 2-3 поединка Даже может быть Ну да Где-то 2 2 боя Один Рафаэль У нас не отыгрался Блин Вот сидите Передумай Неужели придется 4 персонажа откатать Ну ладно Сделаем откат Фикс Пускай Рафаэль отыграет Он все таки Заслуживает этого А вот я тебе скажу Что майки Которого мы прокачали В платиновый ранг И как вот по мне Можно было бы и потерпеть Потому что В основном Я его раньше брал Ради уклонения Да И потому что он хилял Он как отхил идет Сейчас Большая такая Вот как бы Надобность в нем Отпала Я лучше возьму У кого-нибудь Ну супер шредера Да Возьму Был бы у меня крэнг Я бы взял бы крэнга Лучше бы чем Того же самого Микеланджело Потому что уклоняться Сейчас уже Мне невыгодно У меня довольно серьезные Как говорится Бойцы Которые и без этого Могут обойтись Но Не забывай Что изначально Когда мы играли Да Рафаэль Очень хорошо Точнее не Рафаэль А Микеланджело Очень нам хорошо помогал Все таки Уклонения Имеет большую роль Ну соответственно По потере ХП Да Многие противники Начинают промахиваться Особенно когда делают Свои массовые атаки Но Это только на начальных порах На самом-самом начале Потом уже как бы Отпадает эта надобность Так что Делай вот сам Выводы Я думаю Ты парень не глупый Да Или девушка И Главное стараться Еще раз повторяю Ребят На взломки Не интересно никогда играть В любую игру И оно намного интереснее Ты радуешься за каждый Приобретенный Там я не знаю Бонус За каждого Приобретенного Динозавра Дракона Не имеет значения Это просто Приятно А когда у тебя Все есть И в чем смысл Ты смотришь Как дурачок Как этот Баран на нового рота Все есть А что с этим делать Ты даже не знаешь Потихоньку Все надо делать Потихоньку Потихоньку И вовремя Вот что самое главное Ну что друзья мои Мы с вами закончили Арену Так Не взначай Да Меж разговором И переходим на испытание Естественно Классическая бойня Естественно Друзья мои Погнали Сразу же Так ну Сплинтер пока Здесь будет актуален Это пока Естественно Я врубаю на автобой И пускай мои бойцы Здесь разруют ситуацию А мы с тобой будем Потихонечку проходить Сегодня Естественно Нужно пройти нам полностью Потому что здесь Очень офигенный фарм Именно на классических Наших персонажей Это у нас Бибоб Это у нас Рокстеди Это у нас Шреддер И конечно же Крэнк Ну сам понимаешь Шансы Выбить Дубли Будет Очень Очень Маленький Но даже Маленький шанс Это все равно шанс Чем быстрее мы прокачаем Тем нам Проявится Будет лучше Так Ну здесь я даже не сомневался Что мои ребята На автобое Исправятся И так это будет Еще 4 наверное Поединка Как минимум Потом нам придется С тобой убрать Сплинтера Из нашей команды Потому что там Его скорее всего Будут уже Разбирать И как бы Отпадает надобность В нем Хотя Мы можем с тобой Сыграть Например Через провокацию Рафаэля Но я боюсь Что там массовики Меня забомбят Тут пока видишь Всякая ерунда Идет Вот эти вот Клан футовцы Причем С разных измерений Ладно Двигаемся дальше Блин Я вот Не могу дождаться Ребят Когда у нас Будет все таки Новая Игра По низким черепашкам Которая в стиме Да Есть Написано скоро Когда скоро Хоть бы демку дали Поиграть Или еще что-нибудь В этом роде Плюс Нам нужно с тобой Как-то Собраться силами И сыграть Всего порталов Там тоже Все довольно интересно У нас Замутки Происходят Надо допройти Как говорится Эту Магмовую Территорию И дальше Двигаться Так Ну что Здесь то же самое Ребята Я ставлю на автобой И все будет четенько Все у нас идет Разбирается Сегодня хотел еще Поиграть В Саман Шторм Наконец-то Ребята Они починили Помнишь В последний раз Когда мы играли Я не мог дальше Проходить Все время Какая-то Критическая ошибка Выходила Сегодня я думаю Дай-ка я зайду Посмотрел Вдруг Что-нибудь Исправили И да Действительно Исправили Ребята И я дальше Пошел Спокойненько Проходить Один уровень Прошел И думаю Нет Стоп Ребята Мы же с вами Как бы Начали снимать Эту игру Кто не знает Это ребята Пародия игры What's the game Поймай курсу Если сможешь Как я ее раньше Назвал Вот Это пародия Этой игры Только там Мультяшная графика А здесь Такая Больше Я даже не знаю Как ее назвать Ну не мультяшная Она как бы Как в этой В игре В батл легионе Что-то типа того Такая смазаненькая Но все равно прикольно Так что Наверное Сегодня поиграем Конечно Я еще собирался Поиграть Как-то В безумных монстров Давно не играли Плюс Меня еще тут Просят сыграть В ганап Тоже мы давно Не играли В нее Я там думаю Что Фиг что я сделаю Там по тактике Если честно Так ну давай Шреддер выходи Давай давай Хорош там Хорошо смеется Тот То смеется последний Мне нравится Вот у него То что он Два своих меча Соединяет в один И такая прикольная Фигня у него получается Из чего Канон выпускает Тебе как бумеранг Это смотрится Конечно Классно И вот этот Вот Смех Который его По-моему Бафает Хиляет И вешает Иммунку Тоже довольно прикольно Так Ну что У нас Рафаэль Микеланджело Ну это все у нас есть А вот В конце Шреддер Да И Крэнк Шреддер и Крэнк Так 55 уровня Ну естественно Ребят Пока Этот сплинтер У нас остается В команде нашей Тут все будет хорошо Он не упадет И Как говорится Урона Они ему здесь Не нанесут Ну Четыре волны Да и фиг с ними Так Тихо В черепашке Ниндзя Безумные Мутанты Ребята То же самое Пока Все без Результата Качаюсь Потихоньку Правда Очень редко Захожу Много бонусов Пропускаю Но В последний раз Когда я был Заходил Я не могу Одолеть Эту Черепашью силу Брать В черепашек Я не могу С ним справиться Ребят Извини меня На 60 тысяч Больше Мощей Но это перебор И как мне Получить Хотя бы Приблизиться К этому Я не знаю Ребят Что нужно Для этого сделать Как нужно Прокончать Своих персонажей Когда тебе Дают По 13 По 10 Мощей За один Прибавочный Бонус Ты представляешь Как я должен 60 тысяч Таким макаром Набрать Фиг Его знает Ну да ладно Будем потихоньку Потихоньку Качаться ребята И рано или поздно Все таки пройдем Может быть даже Придется пропустить Один сезон Чтобы получить Награды И уже там Получить Когда много Мотогена И все Как прочего РЛД Прокачать Может быть Что то Сдвинется У нас С мертвой Точки Но опять же Это нужно Постоянно Ребята Контрить Эту игру А сейчас Я контру Постоянно Юрский мир Там вот Эти вот события Мне довольно нравится Ребята Очень много Событий Единственное Что мне не нравится Что у меня мало Динозавров И я не могу Все пройти То есть Я использую Своих топовых Динозавров Да А событий Там очень много Тем более Вот сегодня Будет серия Даже после черепашек Мы еще там Во что-нибудь поиграем И очередную серию Буду выписывать Мы с тобой Открыли уже Водяных Ну то есть Водных драконов Почему драконов? Динозавров Да? Водных И Доисторических Животных Ребят Но пока По одному Всего лишь У меня Динозаврику И животному Так что Думаю В дальнейшем У нас будет С тобой Фулл команда И мы будем Участвовать Еще В дальнейших Событиях Которые там Уже будут Именно Водяные Да? Эти водные Сражения Плюс Сражения Животных То есть Это круто Но опять же Опять же Нехватка Ребята Именно Самих Персонажей То есть Их может быть Много Но Извини меня Самые начальные Это топ Вы идут Которые естественно Ты тратишь Быстрее всего А в конце Уже Идут самые Простенькие С которыми Ты ничего сделать Не сможешь Их нужно прокачивать Чтобы от них Какой-то был Как говорится Результат Ну да ладно Ничего Тише едешь Дальше будешь Нам спешить Некуда Ребята Так что Будем Тихо Откуда разбежать Неужели В сплинтера бежит Влево Лево Выдержал Все Четвертая волна Здесь у нас Классика Классика Жанра Главное Шреддер Да Такой хитер Бибобчика И Рокстеди Во Во Вот это прикольно Ребят Облил Мутагеном Да Сделал из них Супер бойцов Типа А что же ты Сам себя Не облил Мутагеном Шитик ты Несчастный Тоже бы Стал бы Супер бойцом Нет Но он потом Конечно Облился Или его облили Я уже не помню Он станет Супер бойцом Но что же ты Несколько сезонов Бегал В человеческом Облике Вот что Самое интересное Так Ну что Ребята Мы с вами По моему Сейчас уже Идем На шреддеры Да Вот он Тут уже Ну Ты понял Мы убираем С тобой Сплинтера Потому что Здесь его могут Просто захомячить Элементарно Пять волн Наверное я буду Здесь разруливать Ситуацию Уже В ручном режиме Потому что Тут ну Как бы Опасно Немножко Опасно мне за кого За Донателло Естественно Я сейчас буду Донателло Разбирать И выгони его Как говорится Уничтожить Так Минус Маузер Сейчас мы Это вот уже Разберем И пойдем Чтобы на вторую Волну Ну здесь Консервные банки Это все Для нас Ерунда Можно было бы Конечно Активировать Ярст Рафа Но это уже Ближе Наверное К финалу Пойдет Вот защиту Я возьму Пожалуй У Донателло Неплохая Ребят Защита Дается Более Массовая Так Двигаемся Дальше Третья волна Уже Так Ну пока Тут очень много Всякой Воды У нас Так скажем Клан Футовцы Которые Ром Вообще Ничего Не сделает А уже С четвертой Волны По моему Пойдут Бивопчики Рокстеди И здесь По моему В конце Будет Шреддер Босс По моему Так Уничтожаем Переходим Собой На четвертую Волну Ну да Вот они Ребятульки Тут стоят И я делаю Да ничего Я пока делать Не буду Ярость Рафа Здесь пока Не понадобится Просто Сделаем С тобой Вертушку Так Излишне Как говорится Убрали Отсюда Видишь У Донателла Очень слабые Атаки Ну а Вот у нас И Босяцкий Давай 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 Технодром Так Кто у нас Тут Естественно Крэнк Естественно Крэнк Довольный Потирает тут Свои лапки Там у него Как это Я только сейчас Заметил Что у него Это Что у него там Сбоку было Торчить такое Ухо Оттянули Что ли ему Или из уха Еще по лицу Вылезла Не Не Даже не думай Об этом Парень Хорош Хорош Раз И Блин Я думал Сейчас будет Пробивной Какой нибудь Удар Давай Лео Завершай Эту Вечеринку Все Вон Смотри Видел Отросток Какой то Ну что Здесь мы с тобой Выиграли И естественно У нас остается Последний Бой И Событие будет Прудено Событие будет Прудено И соответственно Мы с тобой Сможем с тобой Фарни Здесь Так Шреддер Классика Вот смотри В данный момент Мы можем с тобой Ну согласись Вот здесь вот Не стоит заниматься Фармом Потому что Здесь ну Чтобы вытянуть Две ДНК На шреддеры Шанс Очень маленький Ну прям Малюсенький Поэтому нам нужно Пройти именно Эпизод 8 Для чего ребят По моему Здесь будет у нас Разыграться и Крэнк И Шреддер И по моему Бибоб срок следить Могу конечно Ошибиться Но по моему Так оно есть И кстати Уровень здесь Противников 85 То есть У меня Донателло В зоне риска Автомата Потому что Он 80 Лево Соответственно Нам нельзя его потерять Чтобы пройти Полностью Идеально Здесь Ну Два хила Я думаю От Майки И от Лео Здесь будут Очень Очень кстати Ты посмотри Что творит Ну вот Об этом я и говорил Начинает ребята Нападать На самого слабого Так у него Блин Давай Давай сделаем Все таки Дополнительную Защиту Хильнемся Заодно Сразу же Вот так вот И продолжаем Бомбить Так Первая волна Пройдена Успешно Так Вторая Третья Это Будут Чисто Кланфотовцы Здесь Уклонение С тобой Прибережем Пока Я не помню Почему у меня Донателло Получает Какой-то Урон Он бедный Вздрагивает Когда Начинает Делать Ход Раф Добей его Эх ты Что это Какое-то Постепенное Истощение Было написано Я так и не понял Я никакого Истощения Нигде не вижу Видишь что делать Ребята Это у него Месть Активная Поэтому за каждый Удар По Его соратнику Он естественно Как мстит Делает Контер-атаку Именно за него Так Это у нас Массовики Затейники Давай хотя бы Одного вырубим Угу Донни не справился Вот этот Бесявый Маузер Это конечно Бесявая фигня Так Вырубили Одного У них Иммунка Висит Как ты видишь Видишь Что Дает нам Защита От Донателла Они просто Не могут Нас пробить Это круто Минус Маузер Так Надо валить Этого кланфутовца Донни не сможет У него не хватит Селенок Это массовая Атака Опять делает И добивает Его Рафаэль Ну что Предпоследняя Волна Сделаю Просто вертушку Ребята И все И последняя Крэнк Крэнк Спустился В канализуху Не побрезг Волна Так Сразу Сделаем Еще уклонение С тобой Вот так Вот Так Рафаэль Давай Ага Он все еще А не блок Они себе Броню Ребята Влепили Так Вот она Массовая Атака От Шредера Я даже не знаю Что сделать Массовой атаки нет Так бы я хотя бы С них броню бы Снял бы всю Что 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 там Такое Это что Он там Сделал Сейчас Критуху Всем повысил Да Я так понимаю Добили мы С вами Так Берем провокацию На Рафаэля Все Теперь Рафаэль Будет раздавать Люля Так Майки Ну Неплохо Так Рафаэль Добей его Все Так Дальше Надо браться Наверное За кренга Сняли Броню Так Давай Ответку На пол ХП Ответочка Так Этот Делает Иммунку Мы Попробуем С тобой А У него Уже Иммунка Ребята Ха Без Постепенного Урона Просто Ушатали Воды И все Так Майки Не справляются А Рокс Начинает Тут Гранаты Разбрасывать Упс Ну-ка Давай Косюрики Да Ладно Хильнусь На всякий Случай Не хочу Чтобы У меня Майки Упал А этот Мощная Атака Ребята Очень Мощная Атака Вот этот Полет С Гранатометом Ну что Хиляемся И Думаю Добиваем Рокс И Бибобчика В плане Не добили Эй Да что Ты Вот и все Друзья мои События Прудина Так Давай Мы теперь Глянем А что Мы сможем С тобой Здесь Пофармить Именно На последнем Эпизоде Крэн Классика Отлично Нет Ребята Я ошибся А почему Блин Ну Вот здесь Вот здесь Кстати Ребята Можно было бы Вот здесь Можно Пофармить Четыре сыра Тратим Ну что Попробуем Так Монетки Точнее Жетоны Осколки Опять Жетоны И есть Контакт Рокс Классический Достался Нам Так Комикс Чувак Который Кстати Комикс Нам этот Нужен Был И Маяк Тридцар Тонов Ну Все равно Ребята Хотя бы Две ДНК Все таки Успели Вырвать Блин Вот хоть разорвись Нам нужно И то И это Рокс Если посмотреть На классику На всю нашу классику Посмотрим Ребят Очень Очень Нужно много ДНК Ребята На Бибопа Аж Ребят Почти Ну 48 48 А здесь Нужно Так Здесь Нужно 34 Дофигище Одним словом За сезон Наверное Мы не успеем Все таки Сделать За эту неделю Но Можно постараться Попытаться Опять же Все зависит Ребята От удачи Если нам Будет Фартить И Каждую серию Мы будем Вытаскивать Все ДНК По две штуки То это круто 7 на 2 14 Уже конечно Меньше Все Ничего У нас там Вторник Среда Вот Ну что Ребята На этом Пожалуй Мы будем Закругляться Всем Большое Спасибо За просмотр И До новых Скорых Видосиков Удачи вам Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Юные таланты Чувак Поприветствуем Юных зеленых ребят Поначалу Спасают всех Сами почти не спят Очень крутые Их дом далеко Под землей Не унывая Поедают Пиццу горой Ничто не остановит Этих чуваков Ведь уровень Мастерства Довольно неплох Они скрывались В тени Но время Сделать ход Герои лавры Злодеев Расход Леонардо Лидер В синем он Его кредо По жизни Ниндзя закон Донателло Обожает изучать машины С Рафаилом Никогда не будет Грустной мины Микеланджело Просто неповторим На любой вечеринке Он номер один Мастер спринтер Конечно научит Всему эту безбашенную Черепашу команду Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Черепашки Мутанты Ниндзя Юные таланты Черепашки Мутанты Мутанты